В Магнитогорской консерватории состоялось торжественное открытие Всероссийского конкурса хоровых дирижеров имени Семёна Эйдинова. В этом году он пройдёт в шестой раз и будет посвящён 105-летию со дня рождения этого выдающегося деятеля искусств. Своё мастерство продемонстрируют более 40 молодых хормейстеров из разных городов России. Главной наградой победителя станет не только гран-при конкурса, но и помощь в дальнейшем профессиональном продвижении. Получивший поддержку Министерство культуры Российской Федерации Всероссийский конкурс хоровых дирижеров традиционно собирает довольно представительное судейство. В этом году председателем жюри стал народный артист России, член Союза композиторов России Эдуард Фертельмейстер. Задача этого конкурса – увидеть талантливых ребят, хорошо обученных, и помочь им в их становлении. Более того, поддержать всех тех, которые рядом, для того, чтобы хоровое искусство развивалось в тех регионах, откуда они приехали. Торжественная церемония открытия конкурса показала – хоровое искусство сегодня переживает настоящее жанровое перерождение. Пытаясь найти свое лицо и манеру исполнения, коллективы все чаще прибегают к театрализации представления, вынося на сцену репертуар, который ранее не использовался хорами. Понимая, что успех такого выступления будет зависеть не только от профессиональных навыков, многие конкурсанты после увиденного признались честно – учиться придется еще многому. Я думаю, что в нашем возрасте, как я, полноценным дирижером мы не становимся, потому что должен быть жизненный опыт, потому что хоровая музыка – это все-таки, в первую очередь, песня. И мы переносим смысл. Ну и помимо всего, музыка – она настолько сложная штука, что должен быть огромный опыт, огромные умения. Бесценным опытом Артемий Мельщиков считает и участие в подобном конкурсе. Он будет проведен в двух номинациях – средние и высшие музыкальные учреждения. На протяжении трех туров конкурсанты отрепетируют два разнохарактерных произведения с хором, а потом представят наизусть одну из них, доставшиеся по жеребьевке. Занявших призовые места ждут премии, званий лауреатов и гран-при конкурса.